Привет, друзья! Не успел новенький Land Cruiser 300 поступить в продажу, как ателье моделиста немедлив представила свой пакет доработок для внедорожника. Заменив передний и задний бампер, компании удалось добиться более плавных пропорций, а более крупные воздухозаборники и черная рамка противотуманных фар придали автомобилю спортивный вид. Кроме того, на заднем бампере появился диффузор, что добавило агрессивности внедорожнику. Дополняют обвес 21-дюймовые легкосплавные диски, которые могут быть окрашены в черный глянцевый или матовый цвет. Напомню, что новый внедорожник, в сравнении с прошлым поколением, построен на новой платформе Toyota TNGA, а также вместо старого 5,7-литрового V8, 300-ка оснащается 3,5-литровой V-образной шестеркой с двойным турбонаддувом, развивая при этом мощность в 409 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента. Кроме того, для новинки доступен еще и турбодизель. Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, стоимость самого обвеса пока не озвучивается. Atelier GP Infinitas представила комплект доработок для двигателя прошлого поколения BMW S55B30 объемом 3 литра, который ранее устанавливался на BMW M3 и M4 в кузове F80, а также его можно было встретить в M2 Competition и M2 CS в кузове F87. Ребята предусмотрели 5 уровней форсировки. Самая простая модификация называется SK1 и способна увеличить мощность силовой установки до отметки в 600 сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. Набор включает в себя такие элементы, как новое программное обеспечение, бачок для жидкости, более крупные нагнетатели и некоторые детали для монтажа. Цена такой комплектации составляет 7000 евро. Дополнительно можно заказать еще и установку, что обойдется еще в 2000 евро. Если вам этого мало, можно заказать второй уровень, который обеспечит вас мощностью в 700 лошадиных сил и 850 ньютон-метров момента. А самые топовые модификации включают в себя еще и усиление двигателя и гибридный надув, представляющий из себя увеличенную турбину и приводной нагнетатель. Задача последнего избавить двигатель от турбоямы, пока более крупный турбонагнетатель не раскрутится до рабочих оборотов. Такая хитрость довольно часто применяется другими ателье на других моделях компании, в том числе и на М5. И с помощью гибридного надува можно добиться поистине выдающихся показателей. В ателье обещают, что в самом топовом исполнении трехлитровая рядная шестерка легко выдаст 1000 сил и 1100 ньютон-метров крутящего момента. Увы, но динамические замеры компании не проводились, так что неизвестно, на что способна М3 с таким потенциалом. Друзья, а у меня на сегодня все. Оставляйте свои отзывы по поводу услышанного и увиденного и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам очень важна ваша поддержка. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok